Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Ну что же, мы продолжаем. И наша программа «Личное утро» сегодня в студии Евгения Шафрана Калекпека. Доброе утро. Доброе утро еще раз. И у нас в студии молодой, талантливый актер из российского театра и кино, которого наверняка вы видели стопроцентно в сериалах «Шифр», «Гадалка», «Хождение по мукам», в фильме «Не любовь» Звягинцева, в сериале «Следователь Тихонов». Те, кто смотрел трансляцию Зойкиной квартиры Кирилла Серебренникова. Кстати, несколько раз у нас организовывали. Опять-таки, вы с ним наверняка хорошо знакомы. Максим Стоянов, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И фильм, который с сегодняшнего дня можно будет уже посмотреть на наших киноэкранах. Вот интересно, что вроде бы должен был бы он называться «Дайте мне свободу», но его решили не переводить. Почему? Вот фильм вообще американский или российский? То есть, вот очень сложно понять, потому что вроде бы режиссер с корнями из России, снимаются американские актеры, действия происходят в Америке. И вот все так перемешано. Ну, начнем, наверное, с названия. Почему оставили имя собственное? Мы его даже не озвучили ни разу. Ну да, фильм называется «Give me liberty». Он сегодня начинается и будет идти в двух кинотеатрах. Это «Аполло» в Акрополе и «Сплендед Палас», где, кстати, будет премьера более серьезная, потому что Максим сам будет присутствовать. Правильно же? Да, сегодня, да, мы будем представлять картину. В общем, будем рады видеть всех. Так почему «Give me liberty»? Я не знаю, почему его не перевели. Потому что «Liberty», я даже не знаю, есть ли эквивалент и перевод слова «Liberty». Ведь если говорить о свободе, «Дайте мне свободу», это, наверное, «Give me freedom». А «Liberty» — это какое-то такое пространство, где нам хорошо. И мне кажется, мы все это пространство в жизни пытаемся найти, именно когда нам по-настоящему будет хорошо. И мне кажется, герои этого фильма занимаются этим, ищут это самое пространство. Ну, это как бы пафосно так, аллегорично звучит. Насчет американский или русский фильм, ну, я думаю, что это фильм интернациональный. Мне кажется, он очень, такой я даже сказал, и про советский. Он про людей, он про всех людей, которые, это наши все бывшие соотечественники, которые мигрировали в начале, в 90-х, вот эту волну, после распада Советского Союза. А Кирилл — это совершенно, ну, невероятного таланта человек и трудолюбие. Он, мне кажется, читал все и смотрел все в этой жизни. Огромный диапазон знаний у этого человека. И он, мне кажется, он очень хорошо знает их ментальность и нашу ментальность. Именно вот именно советскую, постсоветскую людей, которые нас когда-то объединяла одна страна, а потом... Кирилл Механовский, просто это режиссер, режиссер картины. Кирилл Механовский, да, режиссер картины «Game Liberty». А фильм, его показывали в Санденсе, и фестиваль Санденс — это же, в принципе, один из, пожалуй, самых главных фестивалей независимого кино Америки. Задуманный ведь Робертом Редфордом, как, ну, какую-то возможность дать выход. Он стал сейчас одним из, ну, наверное, одним из главных американских кинофестивалей. А его в свое время, на минуточку, Квентин Иванович Тарантино вышел с бешеными псами, по-моему, в 92-м или 91-м году, когда была премьера. Это, да, она прозвучала на Санденсе, прогремела, и дальше, дальше, и Санденс — очень, очень мощный такой фестиваль независимого кино, куда съезжается вся Америка. Это, он происходит в городе Парк-Сити, это недалеко ближайший город большой, Солт-Лайк-Сити, это вот, где была Олимпиада в 2002-м году, и вот мы туда ездили, представляли картину тоже, мы были в каком-то там, в одном из конкурсов. Я был, конечно, поражен и впечатлен масштабом этого фестиваля и наличием узнаваемых личностей там из Голливуда и прочего. Кого, кого видели? Джулиану Мур, Тоби Магуайра, Шайла Баффа, мы с ним вообще там… Подружили. Ну, не водку пили, ну, в общем, все было хорошо. Историю умалкивает, да? Все, что было на фестивале, осталось в фестивале. Да, все, что было в Сантысе, осталось в Сантысе, да, да. Кого играете? Это вот можно разделить на там, хороший герой, плохой, вот… Потому что вам, мне кажется, вот с вашей внешностью все время достаются какие-то роли, обычно каких-то плохих, бэдгай, но вот такой вот харизматичный. Стало такой комплимент, но это комплимент, да? Но, тем не менее, да, кого играете? Хорошего или плохого? Ну, хороший, плохой, я даже не знаю, мне кажется, давно я уже не задумывался и не квалифицировал людей на хороших и плохих. В нас много, я, с утра я просыпаюсь один, как говорится, вечером, к вечеру я уже какой-нибудь 48-й. Часто мы меняемся, часто кто-то работает над собой, кто-то не работает и прочее, прочее. Мой персонаж абсолютно же, я считаю, он положительный, с золотым сердцем, такой аферист. С золотым сердцем. Да, ну, он, то есть, он абсолютно живет по своим каким-то внутренним законам, у него есть личная своя мерила справедливости, невзирая на социальные какие-то уставы и прочее. И оно намного, мне кажется, честнее и правдивее, что ли, чем какая-либо справедливость, которая написана на бумаге, там, или как нам навязывает общество и прочее. В фильме снимались большое количество непрофессиональных актеров, вот я читал, и насколько это была задумка режиссера, попытка сэкономить деньги, я не знаю, или что, почему? Я думаю, много было факторов, но, например, я знаю точно, что город Милуоки, это неотъемлемый персонаж этой картины, и также часть людей с ограниченными способностями тоже неотъемлемые персонажи этой картины. Это было бы не, потому что это писалось с них, многие какие-то вещи, это наблюдение Кирилла из жизни этих людей, и это, мне кажется, в этом была задумка. А насчет профессиональных артистов или непрофессиональных, это уже как, то есть была часть, какой-то костяк людей, которые были, там должны были играть, непрофессиональные артисты, а потом уже все остальные добирались как профессионалы на ту или иную роль, потому что сценарий писался, писались характеры, герои. А вот само участие людей, вот как вы все так правильно говорите, с ограниченными возможностями, это для Америки, в принципе, было чем-то новым, то есть я понимаю, что достаточно смело для Америки попытка очень честно, правдиво, может быть, с долей юмора рассказать о этой жизни. Честно, я не знаю, как там, я имею в виду, как это все воспринимает Америка, я не могу отвечать за всю страну, но я просто могу сказать точно, что американский зритель, по-моему, самый благодарный зритель в мире. Об этом еще говорил мой мастер, у которого учился, Константин Аркадьевич Райкин, когда они там, если ездим на гастроли, там, в Штаты, это самый-самый-самый-самый лучший и благодарный зритель, это американский. Мне кажется, он очень схож чем-то, я не застал в это время, с нашим советским зрителем, там есть какая-то доля наивности, чистоты, какая-то, люди идейные все равно, и они как бы, знаете, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, они очень хотят впечатляться, они как дети малые, и они очень самый такой благодарный зритель. И они воспринимали, конечно же, кто-то более остро, кто-то менее остро, кто-то с благодарностью, кто-то со слезами на глазах, ну, как бы это кино не оставило равнодушным, мне кажется, никого. Вот об этом кино еще говорят о том, что это талантливый микс из постановочных и документальных съемок, вот в какие моменты введены были документальные съемки, и для чего и нужны ли они были? Документальные? Я не думаю, что там документальные съемки, это, может быть, те, кто имели в виду микс документальных съемок и художественных, они просто имели в виду стилистику или намерения, но документальных таких винятных съемок не было. Вот там стилизовано, да? Ну как, мы снимали, например, Айзенхауэрд-центр, это где вот этот центр инвалидов, где они приходят, каждый день их привозят на эту работу, и они там несколько часов трудятся на благо, то есть они приносят пользу этому миру, там делают выключатели, розетки, еще что-то там, кардаши. И этот момент снимали просто тоже, это как часть, это как ритм, это как часть фильма, может быть, вот это имеется в виду документальный. Будем смеяться или плакать? Я думаю, это и другое. Американский зритель, вот ты скажешь, что он очень наивный, клише вот присутствует о русских, там же вот, ну, в принципе, сталкиваются русские, американские, американцы в одном автобусе. Ну, я думаю, что проверку наклюквенности, так сказать, мы прошли в Москве, потому что мы тоже переживали там, да, но многие там, ну, давайте, показывайте, что там у нас, да, русские в Америке, давайте балалайки, водку, медведей. Оказывается, балалайок нет, водки нет, медведей нет. То есть клише, я не думаю, что там есть клише, там есть абсолютно узнаваемые вещи, которые знакомы каждому человеку, который хоть как-то связан с Россией или там родился в Советском Союзе. Потому что там, там, там есть потрясающий хор пожилых людей, которые в почтенном возрасте, которые эмигрировали туда. Это страна, я думаю, им продлила жизнь лет на 30, благодаря медицине там и прочее, прочее. И они, Кирилл в них влюбился сразу, это там пожилые люди, вы там, если посмотрите картину, вы вот знаете, там, баянист, как его зовут, господи, забыл, в общем, Зиновий, Аркадий, дедушка, это все такие прекрасные наши бывшие соотечественники, которые очень обаятельные старики, как дети. И они тоже неотъемлемая, ну, такая часть этой картины, персонажи, такая и группа, и, в общем, когда они попадали в кадр, и когда они снимались, это тоже, это было очень круто с точки зрения какого-то. Они тоже не профессиональные актеры, у них есть свой любительский театр, и Кирилл как-то очень органично их вплел в нашу историю, это очень важная часть истории. Лорен Спенсер, она же тоже блогерша, то есть она не антриса по своему... Она очень продвинутый человек, я после съемок двинулся в путешествие, я доехал из Милоки, от Милоки до Лос-Анджелеса на машине. А сколько ты километров? Ну, тысяч, четыре, наверное, пять, что-нибудь такое. Ну, через всю Америку, через весь континент. Один? С еще одним товарищем, с помощником оператора Адам Лунаигра его зовут. И как, вот впечатление? Америку, ну, я всегда хотел через окно увидеть машину, круто, мы в Лас-Вегасе еще застряли дня на три, ну, все, что было в Лас-Вегасе. Все, что заработали в Милоке, осталось в Лас-Вегасе. Маленько, да-да-да, потратились, но ничего, когда еще поедем, как говорится. Когда гулять, то гулять. Да-да, гулять, то гулять. И мы, когда доехали до Лос-Анджелеса, мы встретились с Лолой, она очень продвинутый человек, ей коляска вообще не помеха. Она очень активная, она и блогерша, и благодаря ей я встретил Тарантино в Каннах, потому что картина еще была на Каннском кинофестивале в мае, в программе двухнедельных режиссеров. И она очень-очень-очень продвинутая, я просто удивляюсь ее силе, духа, ее какой-то любви к этой жизни. Просто невероятный человек, у нее еще какая-то энергия сильная в ней, так смотришь даже на ее лицо, а на маньяне в то же время какая-то сила. Ну, невероятно, в общем, я фанат ее. А вот, скажем, на этих, на фестивалях вообще, во время съемок вы снимались, вы встречались с очень известными актерами и видели значительно близко. Вот в этот момент у вас какие эмоции? Вот прям восторг или растерянность? Может быть, там, знаешь, синдром самозванства получается? Нет, у меня, например, Джулиан Умур я вообще не узнал. Я думаю, что за дама эта на Санденсе была, и смотрю, я смотрю на нее, я думал, кто ли это продюсер с нашей площадки. И смотрю, она на меня смотрит, и я не понимаю. Эй, ты бутерброд сделай, да? А мы как раз были на фотосессии, и там такая небольшая очередь, и все участники Санденса должны были заходить в определенную комнату и фотографироваться для обложек журналов и прочего. И вот Джулиан Умур была в очереди перед нами. Я смотрю, 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 и она на меня тоже так смотрит. И потом она ушла, и Кирилл подходит, узнал, и я говорю, нет, кто это? Мы такой на ушке, Джулиан Умур. Было бы смешно, чтобы она послушала. Да, было бы смешно. Ой, это ж ты. Да. И никак я их абсолютно... Тарантино, когда я увидел в Каннах, он сидел в лобби, тогда я немножко растерялся, потому что это мой один из самых любимых режиссеров, я фанат его картин. И тут уже Лола, она была рядом, мы просто ездили там по делам небольшим. А она его знает, получается? Нет, она его не знает, я просто растерялся, я думаю, что делать, но я должен ему сказать здрасте. И она подъехала, сначала она на инвалидном кресле, дескать, hello, бла-бла-бла, в общем, давайте подружимся, познакомимся. Да, да, я подошел, я им ду два слова, I'm from Moscow, Moscow Art Theater School, Станиславский метод, он, yeah, yeah, I know, I know. Он очень обаятельный, малый оказался, и он говорит, он же в августе приезжал, представлял картину в Россию, и он сказал, типа, I will come to Russia, I will see you in Moscow. Все, телефонами обменялись? Ну, нет, конечно. Пастернака ему не читали? Там же любимого же его поэта. Ну, нет, я, кстати, я поступал с Пастернаком, но нет, я не хотел отнимать у него время, это было настолько как-то, ну, не знаю, я был восторжен, и то, что я сжал ему руку, и то, что так мы пообщались, и я даже не хотел фотографироваться, спросить, это бы все испортило, и я просто побежал дальше. Я говорю, спасибо. Насладились мгновением. Да, 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 это, мне кажется, дороже всего, да, чем... Но ведь это американская мечта была, я понимаю, для вас попасть в театральный вуз, потому что вы же работали прорабом на стройке два года. Да, было дело. То есть это было, ну, так, практически, вот, оказалось это чем-то недостижимым, вот как, не знаю, вот, встретить Тарантино для простого парня из Приднестровья. Ну, это, знаете, это, как сказать, наверное, все в этой жизни достижимо и в то же время недостижимо. Я просто не мог, я всю жизнь, наверное, хотел быть актером, просто никак не мог себе это объяснить внутренне, и не знал, с чего начать. Знаете, вот, как хочу стать космонавтом, а куда идти, ну, то есть в летное училище или куда, или на гражданского пилота учиться, или на кого. А поскольку я из простой семьи, у меня отец, царство ему небесное, был машинистом локомотивного депо, тепловоз возил всю жизнь, лет 35, мама, то домохозяйка, то продавщица в магазине работала. То есть Юрий Стоянов вас не устраивал по блату в институте? Нет, к сожалению или к счастью, да, он не устраивал, это абсолютно. А были какие-то казусы, связанные с тем, что у вас есть такой знаменитый однофамиль? Нет, не было. Ну, как-то кто-то, может, где-то в шутку, или как-то, и очень редко, в общем, абсолютно никаких казусов, никаких. Все понимают, наверное, что это не так, что мы не родственники, не братья, не сватья, что называется. Даже скучно, да? Кто-то пришел, говорит, а Стоянов, проходите вот в лучший столик, например, там, я не знаю, еще что-то. Ваша роль, вот. Да, было бы любопытно, но, к сожалению, не так. О чем вообще эта картина, вот? Вот «Give me liberty», о чем она, какая у нее главная мысль, какой литмотив? Что мы увидим? Да, мне кажется, она обо всем и ни о чем в то же время. Это просто такой один день, 24 часа. Как себе реклама? Давайте. В городе Милук. В городе Милук. Я не знаю даже, о чем вам сюжет пересказать, или мои личные ощущения душевные от нее. Давайте душевные ощущения. Ну, мне, я несколько раз и смеюсь, и плачу, когда вижу эту картину. Мне кажется, это одна из самых выдающихся картин. Ну, конечно, я не самый объективный зритель, наверняка, потому что это мое детище, да, то есть, это, наверное, не у меня надо спрашивать, а у людей, которые видели, или посмотреть. Но я думаю, что это один из каких-то все-таки новых видов киновысказывания, я этого сказал, новый какой-то вид киноязыка. И это как бы, ну, что касается технической точки зрения. А что именно человеческой точки зрения, это там то, что мы все люди, и то, что, ну, каждый по-своему понимает это. Просто я сейчас буду спойлерить какие-то вещи, и это было, ну, наверное, не очень корректно с моей стороны. Ну, я столько слышал каких-то видений у людей, которые даже мне в голову не приходили, а хотя это они увидели благодаря, там, игре моей, или каким-то сценам. Ну, в общем, мне кажется, про то, что это очень такая, такая мощная энергетика, в картине очень сильная энергия. А любой вид искусства, он все-таки, чем отличается хорошее кино от не очень хорошего кино, или там хорошая картина от не очень хорошей картины, я могу на одну часами смотреть в музей, да, а некоторую прохожу. Это энергия. Либо она есть, либо ее нет. Если она есть, значит, бывает очень дорогой бюджет, очень дорогие звезды, там супер какие-то знаменитые артисты играют, профессионально-съемочная группа и прочее, прочее. А кино не получается, паровоз не летит. А иногда бывает наоборот. Если какая-то энергия, ее удачно режиссер зафиксировал на пленку, ну, на камеру, и вот мы имеем такое кино. Это мюзикл? Гимми Либерти нет. Да, потому что многие даже называли это. Там есть элементы, конечно же, каких-то песен узнаваемых наших всех русских, советских и прочее, еврейских, но это очень такой, я не знаю, это музыкально есть, там небольшие какие-то вставки, очень обаятельные, но это никак не мюзикл, на мой взгляд. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и потом продолжим наше общение с нашим гостем. Микс Ньюс. Это кузнеца мастерства, на мой взгляд, и кино больше все-таки использует то, что ты, те камни, которые ты набрал. Конечно же, кино интересное, но все-таки техническое искусство, театр, ну, это абсолютно разные вещи, на мой взгляд, и абсолютно так же, как две половинки одного целого. Ну, вот я была на съемочной площадке в Кулдеге, где снимался фильм Алексея Учителя Цой, и в этом тоже играет роль, но мы с вами там не увиделись, мы увидели здесь. К сожалению, да, мы не пересеклись, но я тоже был в Кулдеге, тоже у меня там была смена. Ну, я вот посмотрела на весь этот съемочный процесс, это не первый раз, когда я на съемочной площадке кино смотрю, как это все происходит. Вот человеческий вопрос, как можно играть несколько дублей, и все это время еще тянется какое-то ожидание, да, там, посидели-подождали, камеры сменились, дубль, мы что-то сыграли, опять подождали. 90% съемки фильмов, 90% времени – это ожидание. Да, то есть, насколько это выбивает успех. Ну, вообще, самое трудное в жизни – это ждать и догонять, знаете? Насколько интересен этот процесс? Ну, это работа, это работа, конечно, она воспитывается в себе, когда ты учишься в театральном институте, где-то надо подождать, и здесь самое главное, надо включиться еще, потому что, когда шум, гам на съемочной площадке, все шумят, переставляют камеру, рельсы и прочее, прочее, а потом, когда случается время «Ч», твое время все замолкают, камера, мотор, и здесь уже твой выход, что называется. Здесь еще надо успеть именно в этом промежутке времени еще сыграть, учитывая предлагаемые обстоятельства, учитывая исходные события и бла-бла-бла, историю и прочее, прочее, прочее. Это профессия, ну, это работа. Ну, в этом смысле театр, он немножко проще, потому что ты вышел, ты сыграл, да, и пошел домой. Я не могу сказать, что он-то проще, просто у тебя здесь интерактив со зрителем, тут же идет обмен энергией, и здесь уже его не обманешь, потому что в кино можно сделать один дубль, с ним получается второй, там, третий, как-то попытаться что-то там. А здесь, когда ты уже выходишь в театр, ты, 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 со зрителем, это встреча некая, зритель ждет встречи с тобой, ты ждешь встречи со зрителем, и это немножко, я не могу сказать, что это проще. Это где-то может быть больше даже нагрузка, стресса, больше стрессовая нагрузка на организм, нежели кино. Энергии что больше отнимает, съемка в кино или все-таки спектакль? Съемка в кино отнимает много энергии. Потому что нет обратной отдачи. Спектакль все-таки, да, театр, зритель все-таки возвращает. Смотря, кажется, что это, как бы, на первый взгляд, не так, что ты больше даешь, но все-таки, мне кажется, кино выжимает из тебя соки, театр дает. А сериал или кино, вот, потому что вы много снимали в сериалах, да, вот насколько вот это разные, вот кино, сериал, это такой бег на длинную дистанцию. Ну, во-первых, смотря какой сериал, сериалу рознь, и кино, кино тоже рознь. Если материал интересный, это, конечно, ну, не важно. Ну, сериал, когда это более длинная история, у меня такой из дома, такой, знаете, как, такая пробковая доска, и я прям, как какой-нибудь, знаете, следователь уголовного розыска. Я прям всех персонажей выписываю, всех, чтобы я ориентировался, кто я, кому я как отношусь, потому что мы в жизни, мы же даже не замечаем, мы ко всем по-разному относимся. Кого-то мы уважаем, кого-то мы недолюбливаем, кого-то мы боимся, кого-то, и мы иногда сами не замечаем, как наш организм переключается. Мы можем даже здороваться с разными тонами, да, друг с другом. И когда я выписываю всех персонажей, вижу их, если это сериал, если там какая-то история, и потом кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, это такая большая тоже домашняя работа. В кино тоже надо проводить, имею в виду, в полнометражном фильме, но чуть по-другому. В общем, ну, здесь нет разницы, и то, и то интересно. Все зависит от материала. Иногда бывает вгрызаешься, считываешь сценарий, иногда вот лишь бы дочитать и кое-как сыграть и прокормить семью. А ведь был вот уже этот момент, когда вы ощутили, что все, вот какой-то перелом в судьбе, ну, потому что я, ведь каждый актер начинает с небольших ролей. Вот фильм «Give me liberty», это может стать вот какой-то правной точкой, которая вот, ну, фильм, который перелом, судьба актера изменяется, он становится… Я не готов сейчас прогнозировать свое будущее, или там уж предсказывать, тем более. Я хотел бы, конечно, в это верить и надеяться, но посмотрим, не знаю, поглядим. А личные амбиции? Все нормально с ними. Да-да, понятно. Но если вы говорите о том, что вы не хотите предсказывать будущее, принято, но вы же как-то его планируете. Вот есть какие-то идеи? Вот я бы хотел сняться, не знаю, у Тарантино, я сам бы хотел стать Тарантино, не знаю. То есть, о чем мечтает наш герой по утрам? Кроме чашки кофе поспать еще немножко. О чем я мечтаю? Сыграть, вы имеете в виду роль или что? Или уровень? Уровень, роль, может быть, сменить направление? Нет, мне интересно в профессии все. Я бы хотел просто… Я, наверное, каждое утро мечтаю о том, чтобы у меня всегда был объем интересной работы. Это для меня важный. И, в общем, да, какой-то важный. Что именно… Я все хочу сыграть, что мое. Ну, нет такого желания, не знаю, пройти по красной дорожке в Каннах. Ну, это уже вы говорите сейчас про какой-то… Амбиции. Про результат. Нет, это не амбиции. Это вот сразу чувствуется женское мышление, мужское мышление. Почему? Что за сексизм? Ну, это же… Нет, я не говорю ни в коем случае не сексизм, прошу прощения. Это… Ну, вот пройти по дорожке, если я сейчас… Вы знаете, я хочу пройтись по красной дорожке в Каннах. Во-первых, я уже по ней прошелся как-то, но дело даже не в этом. И вот, ну, если я сейчас буду думать о красной дорожке, то я плохо сделаю, то есть, свою какую-то работу. Это не… То есть, банки… Деньги не должны… Ну, не в том банке у меня будут. Это, конечно, это уже как некий бонус, как часть, это, конечно, приятно, какие-то комплименты. Вот в Ригу прилетел, на радио позвали, интервью дали про… Это все прекрасно, но… Это замечательно, но дело не в этом. Я когда шел в театральный вуз, у меня не было амбиции пройтись про красные дорожки. У меня была амбиция работать и попытаться делать работу лучше. А смотрите, что важнее сыграть в каком-то ключевом фильме? Ну, вот как, например, «Нелюбовь» Звягинцева, небольшую роль или получить главную роль, но в фильме, который непонятно, вот выстрелить, не выстрелить? Ну, для меня лично я… Я бы очень хотел бы большую роль, да. Это важнее. Для меня лично, да, потому что когда есть объемная роль, есть где развернуться. А маленькая роль там, конечно, сложнее. И ей мало кто уделяет внимания, кроме тебя самого. В общем, да, большая роль там поинтереснее, чем маленькие. А что касается объема работы? Все-таки актер, такая профессия в этом смысле опасная. Сегодня позвали, завтра не позвали. Как вот с этим… Чем может заняться актер, когда нет съемок? Ну, кроме как грустить и пить, например, да? Что происходит? Очень хороший вопрос. Только вот… Ну, во-первых, это вообще все творческие профессии, это самые социально незащищенные и незастрахованные, непредсказуемые в нашем мире. Будь ты писатель, художник, артист и прочее. И здесь, я не знаю, уже каждый сам решает в зависимости от индивидуальных качеств человека, в зависимости от намерения. Можно развиваться, читать книжки и ходить в спортзал, а можно пить водку и познавать мир, и разговаривать с бомжами. А вы что выбираете? Я выбираю, ну, это уже по-разному. Иногда я хожу в спортзал, иногда я пью водку и разговариваю с бомжами. То есть я пытаюсь сегодня нечего. А ты думаешь, это от времени года или от количества свободного времени? А вот и не знаю, человек трудно устроен, от чего это зависит. С утра просыпаюсь, думаю, в спортзал пойду, а к вечеру беру водку с бомжами. А, так устроение я смотрю, водка с бомжами, да, понятно, очень нестабильность сплошная. А что должен уметь актер? То есть вот режиссеры же часто предполагают, что актер там должен сыграть скрипача, то есть вот он должен уметь играть на скрипке. Там известно, когда люди учились играть просто на пианино, вот потому что им нужно было это для роли. Вот на что вы готовы пойти на роль? Да на все. Главное, чтобы дали объем работы и время подготовиться, если мне надо сыграть профессора или скрипача, или там биолога и прочее. То есть... Абсолютно все интересно, это все, можно есть свои методы, где можно подойти к любой профессии. И не обязательно учиться мне играть сейчас, там, я не знаю, на скрипке как. Но есть аблуа, которая точно не ваша. Ну, например, слезливый романтик какой-нибудь. Можно слезливый романтик? Да, что бы нет, можно тоже интересно попробовать. Если это куда-то, ради чего-то, если куда-то персонаж развивается, если он как-то меняется, потом приходит, может он потом из романтика превращается в супергероя условно, или в кого-то там перерождается. Нет, я очень сомнительно отношусь к ролям, что касается насилия над детьми и там гомосексуализма, что-то в этом духе. Я пока, наверное, не готов на сегодняшний день, если вдруг... Это Бандерас начинал как раз в фильмах Альмадора. Ну, не насилие над детьми, а второе, я имею в виду. А ты сейчас на что намекаешь? Нет, я просто... Ну, пока никто не предлагал, но я не знаю. То есть, опять же, это все зависит от материала, от объема, от каких-то... В общем, куда, зачем и почему. Что интереснее, злодей или герой в их роли? Потому что многие актеры говорят, что злодеев играть гораздо интереснее. Но они умирают раньше обычно. Ну, вы знаете, тут, скорее всего, интереснее, потому что, мне кажется, все то нехорошее, что есть в нас, в нас же каждом. Мы иногда... Что-то у нас есть хорошее, что-то плохое, кто-то это культивирует в себе, кто-то, наоборот, взращивает плохое. И мне кажется, то, что есть у нас плохое, то артист через роль это все отпускает, отдает. Он оставляет это в плохом персонаже и тем самым очищается как-то. И мне кажется, что когда ты играешь злодея, ты просто чуть-чуть становишься лучше, как человек. Потому что все, весь этот негатив, который в тебе накопился, ты можешь отдать художественный, вымышленный персонаж, который потом уйдет на пленку или куда-то в воздух. И избавится. Очень часто, сколько мы делали интервью с актерами, есть категории, которые очень включаются в свою роль, и они буквально начинают жить в этой роли для того, чтобы сыграть. Есть те, которые у них получается включиться на съемочной площадке или на сцене, и они не проживают в своей обычной жизни. Как у вас это происходит? Не бывает такое, что у вас происходит какой-то такой микс между собой и своими чертами характера, например, героем, которого вы играете? И вы уже понимаете, что это, наверное, уже не совсем я, а это Геннадий Павлович. Это Геннадий Павлович, а не Геннадий Павлович. Ты Геннадий Павлович. Ну, наверняка, нет, в любом случае где-то есть я, и в любом случае мы делаем из себя. У меня нету холста, у меня нету кисточки, у меня нету барабана или скрипки, гитары, у меня есть только я, и мой организм, и мое тело. И, конечно же, любая роль – это я, и там есть часть меня, никуда от этого не деться. Я думаю, что это что-то третье, это я плюс какой-то персонаж, которого я хочу сыграть, и соединение этих двух компонентов, появляется что-то третье. Потому что я не тот персонаж по-настоящему, и я уже не я, а я что-то третье. Вот такая серьезная биполярочка, да? Да работу домой получается человек несет дома. Да, работу домой непростая, он ее в себе носит. Ну нет, у меня нет проблем с каким-то там выходом из роли, то есть это, мне кажется, уже, это только немножко даже пошлые шутки есть у актеров на этот счет. Это все нормально, тоже часть профессии, это профессионализм. Если я сейчас войду в роль и не выду, то вам придется вызывать скорую, это очень сомнительно. Но сейчас вы или вы сейчас в смесь с кем-то? Я думаю, что, конечно, это я сейчас, если я ошибаюсь. Просто потому, что нет такой роли в ближайшее время, или потому что вы не выспались, еще не успели понять и включиться? Да нет, потому что вот я такой, наверное, просто я на радио иду каким-то подобающим образом. Я, конечно, могу сейчас еще там благурить, все такое, но зачем? Снимаю роли все и иду на радио. Нет, хороший артист играет в кадре или на сцене. Вас снимает камера? Не плохой, а плохой в жизни. То есть такая поговорка. Да, хорошая поговорка. Вы уже упомянули своего учителя Константина Аркадьевича Райтина. Вот как находит друг друга учитель, ученик, вот как получилось вам попасть к нему? И насколько роль, какой он сыграл в вашей жизни? Это очень большую роль сыграл. Я до этого, как вы выше упомянули, работал на стройке прорабом. Я сначала был арматурщиком на монолитных работах на проспекте Вернадского в Москве. Я там даже дом построил, в общем. И потом я пошел поступать, мы уехали, у нас была командировка в Нижегородской области, город Городец. И я готовил программу, по ночам вставал, сам себе ее начитывал и приехал в Москву, начал поступать, штурмовать все театральные вузы. Так обычно все делают. Идешь во все их пять, там Щепка, Щука, Гитис, ВГИК и школа студии МХАТ. И в тот год, я поступил в 2009-м, набирал Костяна Аркадьевича в МХАТе. И все хотели, там был огромный конкурс, и очень многие хотели попасть именно к Райкину. И у меня был сложный путь, там у меня было два перетуры, я чуть не слетел. Потом как-то Райкин меня на второй тур взял, на третий. И я в тот момент уже не верил, что я поступлю. Потому что я был уверен, что в МХАТ поступают либо супер блатные, либо супергениальные люди. И я тоже, потому что для галочки надо везде, я уже мечтал в Щуку, куда-то, может пролезть хоть как-то. Ну и когда объявляли, в общем, набор, кого кто поступил, и когда услышал свою фамилию, я, конечно, даже не мог поверить. А я еще только-только взял отпуск, и я потом вернулся на стройку к Сорокину Виталию Викторовичу. Я говорю, Виталий Викторович, а мы должны были опять уезжать в городец. Я говорю, в сентябре поедем, там на шлюзы, это надо было менять шлюзы, там закладные детали, в общем. Какой Райкин? Едем на шлюзы. Я ему сказал, Виталий Викторович, я больше не строитель, я актер. Я в сентябре никуда не поеду, я заселяюсь на Белорусскую вовщагу, я поступил в школу-студию МХАТ к Райке. Он говорит, да ты что? Я говорю, да. Но он, наверное, не так сказал, да? Нет, он как сказал, Максим, ты серьезный? Ну смотри, как он сказал, Райкин, малый, ты серьезный. И самое смешное, что когда Райкин пришел поздравить у меня на свадьбу, и был тот же Виталий Викторович Сорокин, я и познакомил. Я говорю, Виталий, ты что, помните, как вы сказали про Райкина? Максим, ну ты смотри, Райкин, малый, ты серьезный, и Райкин как начал смеяться, то есть, а Виталий Викторович растерялся, Максим, ты что такое несешь? Я такой, он не говорит, потому что он не ловко. А вот, кстати, Райкин, мы с ним делали, например, интервью, и для меня это было такое откровение, потому что у него совершенно такой образ, ну у него один образ, да, когда он общается, все-таки это другой абсолютно человек. Я была приятно удивлена, мне казалось, что он более агрессивный, более, наверное, такой, ну, тяжелый, наверное, человек. А вы с ним работаете, вы с ним учитесь, вот какой он? Ну, первые полгода я не мог поверить, что я смотрю на самого Константина Аркадьевича. То есть, вы не понимали материал, вы просто смотрели, да? Это было одно из моих мощнейших впечатлений в жизни, я просто с открытым ртом, я не знаю, как собака, вот просто мне было интересно его слушать и наблюдать, все, что он говорит, как он изъясняется, что он говорит. Я не мог поверить своему счастью, что это со мной происходит. Это было самое мощное впечатление, только со стройки вернуться, мат-перемат, то есть, да, а здесь совершенно другая жизнь. Тоже мат, но другой, да? Просто более интеллигентный. И, в общем, это было, конечно, фантастика, это было невероятно, я даже не мог поверить, что я с ним здороваюсь, это было самое мощное впечатление в моей жизни. А это все, весь ваш курс так себя вел или только вы? Я не могу отвечать за всех. Ну, видно же, как люди реагируют. Ну, кто-то более сдержанно, кто-то менее сдержанно, не знаю, но я просто в себе, я же не кидался на него, я просто выражаю свои какие-то ощущения от этой личности. И это великий человек, мне кажется, гениальный артист, и просто спасибо ему большое. Я ему тоже, он был на премьере «Гигны Либерти» в Москве, он мне потом позвонил, сказал ряд прекрасных, полезных, ну, каких-то хороших слов. И я говорю, спасибо, Константин Аркадьевич, что я вот до таких, вот до этого времени дожил, что вы мне сказали такие слова. Ну, вот, кстати, одна из больших, вот, ну, не знаю, сожалений моих, как вот зрителя, почему вот Константин Аркадьевич все-таки, мы его почти не видим в кино, и вот забирает его театр. Настолько, вот, почему... Ну, я думаю, что, да, он полностью целиком отдал себя театру, своему делу в своей жизни, театру имени Аркадия Райкина, театру «Сатирикон», и он, мне кажется, очень ревностно относится к себе, ну, вот, неправильно говорю, мне кажется, что он просто боится, не то что боится, боится то ли предать, я не знаю, он, мне кажется, он, во-первых, не в восторге от сегодняшнего русского кинематографа, чтобы туда идти сниматься. Если будет какая-то интересная работа, может, и пойдет, я не знаю, но, видать, пока не попадалось. И плюс у него вот дело всей его жизни и все деньги в банке, это театр «Сатирикон». В ущерб театру он не сделает, ну, он ничего в этой жизни, ну, не сделает, мое мнение. Вот, кстати, про современное российское кино... Он не придает, простите, он не придает свое, не придает свое предназначение, там, кино или там еще чему-либо. Вот про современное российское кино, вот вы говорите, что оно, ну, как бы, другого совершенно уровня стало, но вот ваше мнение, российский кинематограф сейчас переживает, что вот, с одной стороны, мы видим очень кассовые ленты, там, экипаж, движение вверх, там, ну, масса картин, которые собирают большую кассу, но, с другой стороны, мы помним все какие-то вот душевные, хорошие фильмы, может быть, нет ли того, что оно стало более таким американским, более просчитанным каким-то таким... Ну, во-первых, кассовые ленты становятся, потому что есть очень мощная рекламная машина, без рекламной машины ты не создашь кассовое кино, это однозначно. И ведь ты, когда приходишь в магазин, у тебя есть выбор выбрать пять йогуртов, а за тебя уже выбор сделали, то есть ты из пяти выберешь один, а их там, может быть, сто сорок восемь вообще есть, но тебе их не показывают, тебе только пять показывают. И мне кажется, что касается этих картин, вышеупомянутых вами, это они когда из каждого утюга по всем федеральным каналам, конечно, хочешь не хочешь, возьмешь и сходишь, да что же это такое там. А вот когда очень скромно и без рекламы, то кассовое не получится. Оно может быть даже лучше и интереснее, чем то, что нам предлагают, но мы просто о нем не узнаем, и поэтому... А Give Me Liberty, вот в какую категорию попадает кино? У нас не было никакой рекламной машины, к великому сожалению, в России, и как-то его, кому надо, тот посмотрел, то есть это не для массового зрителя кино, и просто многие о нем даже не знали, потому что не было такой рекламы ни на федеральных каналах, ни на каких. Но фестивали, они играют какую-то роль? Вот Александр Колбовский, как я на критику, он говорит, что сейчас, в принципе, фестивали дают возможность... Я думаю, что абсолютно играют роль, но для людей интересующихся и для людей из индустрии, а для массового зрителя, который, например, занят работой, бытом, выплачиванием кредитами, ипотеками и прочим, мне кажется, ему немножко не дают. А ему вот что вот дают, то он и берет. А как вы вообще относитесь к современному кино, которое не классическое, да, то есть это может быть какой-то артхаус, это может быть какое-то там, не знаю, современное искусство. Вы лично, вот вам интересно смотреть, неинтересно смотреть? Когда вы понимаете, что это круто сделано, да, то есть там какая-то глубокая... Ну, у меня один критерий, энергетика, то есть либо я чувствую какую-то энергию и включаюсь в историю, либо не чувствую. Есть даже шутка такая у нас, у киношников, если снято долгое, скучное кино, это значит называется артхаус. Назовите его артхаусом. Есть, ну, артхаус, артхаусу рознь, и у всех свои методы съемок, у всех разные режиссеры, то есть абсолютно... Ну, то есть, например, я в восторге от фильма «Бьютифл» и не Риту, да, с Бардемом. И у него своеобразная стилистика, великое кино, но мне кажется, не для каждого, вот как пример. Это даже не артхаус, я даже не знаю, как назвать, но это очень крутое такое кино с какими-то смещёнными пластами реальности, то есть такая живая история про живого человека и прочее. — Звёздная болезнь есть? — Думаю, что нет. — Ну, как, поступают либо суперблатные, либо супергениальные. Вы не суперблатные, фамилия не сыграла здесь никакой роли, да? — Нет, это я просто ошибался, что в итоге просто Райкин очень честный человек к себе, к жизни и ко всем. И разные ходят истории, что там просили того взять того, но он никого не берёт, если не считает сам нужным. Он может сомневаться, он может думать, он собирает пазл. Я просто к тому, что я ошибался. На самом деле поступают всякие, если очень хочешь. И это как-то чувствует, как эта энергия, когда ты посылаешь её куда-то, в космос, и это как-то чувствует, и, может быть, когда человек принимает решение в эту самую секунду, на 3 миллиграмма какой-то космической энергии чуть-чуть перевесил, а, ладно, давай возьмём. — То есть любой человек должен поверить в свою мечту, и у него есть шанс, да? — Не боюсь, да, абсолютно. Не должно быть плана «Б», не должно быть пути отхода. Я просто понимал, либо так, либо никак. Если я сейчас не поступаю, я не поступаю никогда. Я буду всю жизнь работать на стройке, останусь прорабом с красной рожей. — Ну, может быть, да растёте там до высот. — Да, до каких-нибудь, до крана. — Получается, что стоит в Москве дом, построенный вашими руками, в нём живут люди? — Ну, я его, в смысле, не прям, я его лично не строил, там целая бригада строила, но я работал, я пришёл на этот, это проспект Вернадского, дом, не помню, это между метро проспекта Вернадского и университет. Да, там живут люди, корпус А, он такой трёхкорпусовый, там корпус А, корпус Б, корпус С. Я вот корпус А строил, мы заливали, я пришёл там, сначала взбивали сваи, я уже ушёл в 25 этаж. То есть мы отлили полностью всю бетонную часть. Уже зашла другая организация, которая занималась коммуникациями, там, и отделкой, и прочее, прочее. — А вот эта, кстати, профессиональная сфера, которая была, ну, вот на данный момент, она окончательно отошла в сторону или где-то ещё применяется? Ну, едете такой по городу, вот, да, утепляют они, конечно, руки бы оторвал. — Ну, как-то, нет, иногда, может, это в глаза кинется, но не думаю, что я уделяю этому много внимания и энергии. — Смотрите, вот остался дом, вот, построенный, ну, вот, не вашими руками, но при вашем участии, вот, в этой профессии, в актёрской, там же, если брать театральное, вот, был спектакль, сошёл со сцены, и где вот он остался? Где вот то, что остаётся, ну, не знаю, в следующем поколении, вот, что-то материальное, что можно пощупать руками? — Так, кино можно посмотреть, а театр? — Ну, во-первых, они записываются на плёнку, эти все спектакли, но смотреть спектакль по телевизору, это как гербарий, это как, ну, это абсолютно, это нельзя это делать, и я не знаю, что остаётся, ничего, наверное, только воспоминания и, ну, наверное, какие-то документальные фиксации. — Это как знаменитый Эв Кляйн, да, художник, который продавал пустоту, её можно было купить в золотые слитки, которые бросались в сену, или в зачеки, которые рвались и бросались в сену, вот и купил пустоту, у тебя ничего не осталось, и ни у кого ничего не осталось. — Ну, вообще, мы продавцы воздуха, если честно, актёрская профессия такая вот именно. — А вот в плане актёрской профессии есть тут какая-то правдеформа? Вы можете посмотреть? Вы смотрите кино или вы смотрите на игру актёров? Вы смотрите спектакль или вы смотрите на какие-то нюансы, на такой... То есть зритель видит, вот, скажем, такой фасад яркий? — Кто-то любит экшн, кто-то любит спецэффекты, кто-то... Я люблю человеческие взаимоотношения и вот эту игру, что происходит между людьми. Это самое трудное, что есть в актёре. — Но вы смотрите, как играют актёры, или вы смотрите на сюжет? — Нет, на сюжетов не так много. На сюжет, как правило, мне иногда не важно. — То есть переигрывает, да, вот это вот есть, да? — Нет, я просто смотрю за какой-то организацией жизни и думаю, как же ребята круто это играют, если это круто. И вот это очень интересно. Когда вот это самое трудное в актёрстве, это как-то сцепиться с партнёром, и чтобы что-то произошло, с организмом поверить во что-то. И это же как гимнасты, которые друг друга поддерживают. Да, это же очень... Это самое трудное в актёрстве. — А вот с кем, я не знаю, мечтали бы поработать? То есть вот кто для вас самый идеальный партнёр? Вот какие-то такие вот... — Не знаю, я бы со многими хотел поработать. С Машковым я бы, очень, с Владимиром хотел бы поработать в паре. С Алексеем Гуськовым, с моим педагогом, который вот трамвай-желание поставил. Мне кажется, талантливый. — Он привозил его, кстати, да. — Да, привозил в Ригу. — А, трамвай-желание? — Да, да. — Ну это, наверное, где он участвовал. Он с нами в студенчестве поставил дипломный спектакль. Я играл Стэна Ликовальского. Он поставил, да, у нас был... Он долго шёл потом, года 4-5, на Страстном бульваре в Москве, в театральном центре на Страстном. Мы тоже с ним ездили. Мы в Калининград ездили. То есть много мы с этим спектаклем поездили. Да много артистов, куча крутых артистов, с которыми прям хотелось бы поработать. — А с кем бы точно не хотели работать? — Да, я думаю, такого нет. — Ну как? Неужели никто не раздражает? — Ну, слушай, я вас очень прошу. Я же профессиональный человек. Я не могу. Может, кого-то лучше пахнет, от кого-то хуже. Какая у меня разница? Я просто... Это для меня вообще не важно. Я просто хочу работать. Нет такого, что с этим не хочу и точно не буду, и убейте меня. Нет, такого нет. Таких людей нет. — Может, это пока? — Надеюсь, всегда. — Звёздная болезнь намекает. — Звёздная болезнь, должно сказать. — Надеюсь, всегда. — Ну что же, на самом деле, с сегодняшнего дня можно будет посмотреть фильм «Give me liberty» и картина, в которой одной из ролей сыграл Максим Стоянов, актёр, которого наверняка вы видели во многих сериалах, фильмах, и очень хочется посмотреть на Цоя, в конце концов, где тоже вы играете. — В следующем году будет? — По-моему, в 20-м, да. Ну, тут уже от нас я ничего не могу сказать. Я уже баллонку сделал, знаете, на заводе, она уже пошла в производство. Когда будет уже там продукт? — И есть вторая профессия. Сказы, вы поймали этот момент. — Ну, это как аллегория, это как сравнение. — Да ладно, не оправдывайтесь в душе. — Это надо задать вопрос уже к этим, кто выпускает фильм. — Да, но планируется он в 20-м году, действительно. — Желаем вам удачи, желаем зрителям прекрасных актёрских работ. Максим Стоянов, российский актёр театра и кино, сегодня был в нашей студии. — Сегодня начинается «Give me liberty». — «Aspounded Palace» и «Apola». — Да, в Акрополе сегодня начинается премьера, он выходит на экраны. — Спасибо вам. — Супер, спасибо, спасибо. — Субтитры сделал DimaTorzok — Субтитры сделал DimaTorzok — Субтитры сделал DimaTorzok